Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дело раскрыто». С вами Юлия Руднева. О том, к чему приводит безответственность хозяев собак и как возместить ущерб, если вы стали жертвой нападения, мы расскажем в этом выпуске. По данным Роспотребнадзора, ежегодно около 400 тысяч человек обращаются по поводу укусов животных. Более 50% пострадавших укусили собаки. Как показывает статистика, случаи нападения собак на людей происходят регулярно. Некоторые четвероногие даже представляют массовую угрозу. Например, в конце мая 2023 года Алабай стал серьезной проблемой для жителей Заволжского района Ульяновска. Жалобы на большую собаку, которая ведет себя агрессивно, регулярно появлялись в социальных сетях. Хозяйка Алабая, известный ульяновский адвокат, на обращение местных жителей никак не реагировала, утверждая, что собака просто случайно убежала. Так она у вас убегала уже. Она в декабре убежала. Она в январе у вас убежала. Это неоднократно вам вынесено. Представление вам вынесено в письменном виде. Вы уже предупреждены о том, что самовыгл запрещен. Пугал прохожих невоспитанный питомец не только своим грозным видом. Обвиняли жители Заволжья нерадивую хозяйку и в том, что животное нападало на детей. К сожалению, многочисленные просьбы ульяновцев желаемого результата не принесли. Алабай по-прежнему был на воле и продолжал держать в страхе весь микрорайон в Заволжье. Буквально на следующий день после того, как с хозяйкой провели беседу, жители вновь пожаловались на проблемное животное, выложив видео с трупом шпица. В происшествии они обвинили все того же Алабая. Позже появилось видео, где видны укусы, которые по утверждениям пользователей также сделала собака-адвоката, которая продолжала находиться на самого гуля. Доказывать свою проводу в суде потерпевшие, видимо, не стали, оставив последствия на совести хозяйки. Но побывать в суде, защищая свои интересы владелицы Алабая, все же пришлось. Одной из ульяновских семей решила восстановить справедливость и возместить ущерб. В тот теплый день Владимир Гузеев, как обычно, гулял со своей собакой. Хорошая погода и многолюдное место. Казалось бы, ничего не предвещало беды. Бегает, ребятишки с ней играют, с собакой. Ну, вот сижу, вот смотрю, большая собака бежит, белая Алабая. Думаю, может, мимо прибежит, да и все. Однако питомца Владимира Гузеева Алабая все же заметил и кинулся к нему. Хозяин героически встал на защиту любимца. Ну, то он увидел ее, кинулся к ней. Она раз под скамейку и запуталась, под наводки была. Я ее не смог вытащить. Он туда залез, схватил ее. Вот так, мотану, я вскочил, тут горячо. Ну, вырвал у него. Вначале вот два раза бодашком, вот, и удалил. А его, хуйбышный, как даробинка сломил. На помощь Владимиру Гузееву пришли неравнодушные прохожие. Общими силами Алабая все же удалось прогнать. Тем не менее, за несколько минут большой четвероногий пес успел нанести серьезные травмы собаке-пенсионера. Он ее прокусил брюшину, ногу, заднюю. Кровь бежит. Я его на руках. Мы с женщиной вдвоем. И она говорит, пойдемте, я вас доведу. Чтобы спасти жизнь любимого питомца, Гузеева порядка 10 дней водили его на лечение. Пострадал и хозяин собаки, получив сильнейший стресс. После происшествия пенсионеру пришлось даже обращаться к специалистам. Сейчас с Владимиром Гузеевым и его любимцем все хорошо. Они полностью восстановились и ведут привычный образ жизни. Благодаря вовремя оказанной медицинской и юридической помощи удалось семье Гузеевых и взыскать компенсацию. Собрать необходимую базу доказательств и выиграть судебный процесс семье Гузеевых помогли ульяновские юристы на безвозмездной основе. В первую очередь стоит знать, что по статье 137 Гражданского кодекса Российской Федерации домашние животные являются имуществом. Поэтому владельцы несут ответственность за ущерб, причиненный их питомцами. Погнализировав данную ситуацию, я увидел, что действительно хозяин собаки Алабай должен нести ответственность, предусмотренную законодательством. К счастью, самого Гу Алабая к роковым последствиям не привел. Поэтому хозяйку можно было бы привлечь только к административной ответственности. Но и для этого необходимо было собрать базу доказательств. Например, фото и видео, а также медицинские заключения, подтверждающие нанесение вреда здоровью. Данное происшествие освещалось в новостных репортажах, онлайн. Мы их нашли, обозрели. После чего уже, по моему указанию, супруг, сам потерпевший, был направлен в больницу, для того, чтобы его провел осмотр психиатр и установил, имеется какое повреждение психического здоровья или нет. Затем уже сам потерпевший предоставил заключение медицинское, где было указано, что у него в основном диагноз сильнейшая реакция на стресс. В суде первой инстанции было доказано, что был нанесен вред психическому здоровью Владимиру Гузееву. Ответчику назначили штраф 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Пользуясь тем, что в России в настоящее время нет обязательной регистрации животных, хозяйка Алабая подала апелляционную жалобу, где утверждает, что пес принадлежит якобы ее бывшему супругу. К ее доводам Олег Евсюткин относится критически. У меня, как юрист, возникает вопрос. Если имущество разделено, тогда почему она находится на территории этого владиметного дома, двора, в вольере. И в репортаже также ее держишь за поводок, она виляет хвостом. Но вопросов у меня, как юрист, очень много возникает. Я их обязательно задам в ходе рассмотрения в апелляционной инстанции данного гражданского дела. Более того, ульяновский адвокат сама утверждает на одном из видео в соцсетях, что является владелицей собаки. Но даже если в суде будет доказано, что собака не принадлежит ей, в таком случае изменится виновник. Но компенсацию выплачивать придется, поскольку доказательства ущерба предоставлены и приняты судом первой инстанции. К сожалению, не все потерпевшие принимали решение отстаивать свои права, но помогли пострадавшему пенсионеру. По-моему, даже укусил человека за руку. Потому что как раз-таки свидетель, который был у нас на суде, в нашей стороне, указал, что действительно собака Алабай укусил ее за руку. Она просто не стала обращаться со мной. Хотя я и предлагал. Возможно, остальные потерпевшие сомневаются в том, что смогут доказать свою правоту в суде. Ведь прошло уже несколько месяцев после нападений Алабая. Поэтому, если вас покусала чья-то собака, и вы хотите возместить ущерб, постарайтесь своевременно собрать базу доказательств и обратиться к специалистам. Если вам нанесла травма собака, возьмите контакты свидетелей, если кто-то видел происшествие. Обратитесь в травмпункт, чтобы зафиксировать повреждения. Напишите заявление в полицию. В случае, если животное не нанесло серьезных повреждений, его владелец будет внести административную ответственность. Если же животное, оставленное без присмотра, нанесло тяжкие и особо тяжкие повреждения или загрызло человека насмерть, его хозяин может быть привлечен к уголовной ответственности. Случаи нападения домашних собак на людей происходят прежде всего из-за безответственности хозяев. Ведь все щенки нуждаются в правильном воспитании. Многие владельцы животных утверждают, что у их любимцев непокладистый характер и сделать с этим они ничего не могут. Однако специалисты придерживаются другой точки зрения. В основном агрессия, конечно, у нас это от неправильного воспитания. Даже тот же самый натянутый поводок во время взросления собаки в дальнейшем приведет к агрессии собаки. Вопрос также стоит и в том, что некоторые собаки рождаются уже прирожденно, генетически, с направления в агрессию. Но любую агрессию можно при помощи дисциплины, при помощи упражнений немножко перенаправить и собаку сделать адекватной и не опасной для общества. При этом универсальных приемов воспитания не существует, ведь каждый четвероногий уникален. Поэтому при дрессировке необходимо найти индивидуальный подход. Но в любом случае процесс обучения собаки начинается сразу после того, как она стала членом вашей семьи. Воспитание у нас начинается ровно тогда, когда щеночек у нас приехал к нам домой. Кто-то это в два месяца, кто-то и в три месяца приехал. С этого же дня у нас начинается воспитание животного. Мы не говорим сейчас про отработку каких-то команд, да? Мы говорим именно про воспитание, как собака будет в дальнейшем воспитываться, как она будет жить в той или иной семье. Когда собака подрастает, она уже начинает более серьезную дрессировку, более серьезную подготовку к собаке. Если этот момент упускается, период социализации, да, когда щеночек молодой, еще и только мы начинаем в него вкладывать, тогда в дальнейшем мы и получаем, потому что собаки какие-то будут агрессивные, какие-то просто непослушные докучать владельцам. Конечно, если вы заводите собаку не в первый раз, то можно ориентироваться на свой успешный опыт. Но тем, кто раньше с воспитанием собак не сталкивался, лучше все-таки изучить специальную литературу, причем до того, как животное появится в вашем доме. Выбирать лучше всего проверенных временем авторов. Если самое простое и распространенное, что мы можем почитать из правильного? Гриценко. Возьмите, почитайте. Очень большой перечень книг именно по разным направлениям, по подготовке и перевоспитании, и коррекции поведения, и общее послушание. Это все есть. Большой перечень книг. Ключевой ошибкой является и покупка собаки ребенку с целью научить свое чадо быть ответственным. Если когда люди заводят детям собаку, это самый неверный вариант. Потому что ребенок, он сегодня хочет, ему классно, он посмотрел мультики, посмотрел он фильм, а в дальнейшем он чуть подрос, ему эта собака не нужна. Эта собака опять переляжет на плечи родителям. А в самом плохом случае, это будут отдавать собаке, либо отдавать другие руки, либо искать приют. Очень печальная нота. Это очень распространенное. Так что ни в коем случае, конкретно ребенку, собаку, не заводим. Можем заводить собаку себе, но в дальнейшем, мы говорим, что и ребенок тоже будет принимать участие. Но даже если вы хотите завести животное для себя, обязательно критически оцените свои возможности. Наличие подходящих условий, свободного времени, чтобы заниматься с собакой, график работы. Во-первых, нужно сто раз подумать, все-таки нужна ли собака. И будет ли через год, два, через пять лет, будет ли такое желание у владельца ровно как сейчас. Потому что наша жизнь идет дальше. У нас жизнь немножко меняется, меняется место жительства, меняется наше место работы. Вообще наш смысл жизни немножко где-то меняется. А собака у нас всегда останется. Собака эта с нами проживет 10-13 лет. И собаку ей никуда не денешь. Вот в дальнейшем, первую очередь, что советую, всегда подумать, все-таки нужно ли заводить собаку. В дальнейшем, если пришли к выводу, что да, мы хотим собаку, нужно подумать, какую собаку мы хотим. И не только стоит углубиться в породу. В породу нужно в первую очередь подумать. А в дальнейшем еще подумать, от каких заводчиков взять. Заранее съездить на один, на два, на три питомника. Ни в коем случае нельзя ограничиваться покупкой собаки одним городом. Можно переездить и пять, и шесть городов и посмотреть каждому заводчику приехать, лишь только посмотреть на его собак, на производителей, от кого мы в дальнейшем планируем. Если нас все это устраивает, поговорить с заводчиком. Будет ли в дальнейшем у нас как-то курировать, помогать нам. Также необходимо убедиться, что животное здоровое, и у него нет генетических заболеваний и проблем с нервной системой. Собака – это друг человека и большая ответственность. Особенно, если ваш любимец относится к крупным породам и может стать виновником происшествия. На этом у меня все. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!